здравствуйте с вами наташа хочу сегодня приготовить очень вкусные лепешечки с колбаской и сыром такая начиночка я уже натерла на терке вареную колбасу и сыр так а лепешки будем делать для этого нам понадобится пол литра нежирной сметанки или кефир чайная ложка с горкой соды чайная ложка соли вот здесь у меня и столовая сахара и одно яйцо сейчас приступим берем глубокую миску удобную для нас чтобы хорошо было вымешивать и выливаем сметану или кефир то что берет и сюда монету сметанки можно кефир кефир высыпаем соду или в сметану тоже кисловатая происходит реакция сода гасится когда не будет она чувствоваться и сахар с солью убиваем короче все смешиваем и замешиваем не тугой тесто так чтобы не было сильно тугим но и не липла к рукам постепенно будем добавлять муку и замешивать тесто вот уже сода гасится пузырики пошли и добываю добавляем муку и все такое тесто получилось она вот так вот отлипает от рук но рука как бы влажновато и тесто влажноватое вот все сейчас она немножко постоит и будем раскатывать шарики такие репешки и делать большие репешки берем тесто скатываем такой вот калачик и делим на части приблизительно равные лепешечки вот так все потом я складываю в тарелку что ну блюдо чтобы тесто не обветрилась и по одной штучке беру и раскатываю лепешечку и туда тесто складываю тесто эту начинку ложу раз покажу все кусочки я сложила в миску и накрываю полотенечко и по одной штучке буду брать и работать вот взяла я одну лепешечку притрусила немного стол мукой и берем скалкой раскатываем тоненько сильно муки не надо потому что когда будет жариться мука будут гореть так чтобы но просто отставала и делаем лепешечку большую середину ложим начинку вот так и защитная делаем типа мешочка можно еще и начинку использовать творог со всякими специями кто как любит можно картошечку вареную все вот такой мешочек сделали сердце сердцевинку залепили переворачивая и раскатываем постепенно не резко чтобы у нас тесто не лопнуло не порвалось все там середине начиночка у нас распределяется и делаем кружочек по форме наши сковородки скатываем где воздух можно проткнуть он не мешал выдавится так как начинка не сочная не водянистая она вытекать не будет ничего страшного так почти до прозрачности раскатываем пока она будет жариться она будет немножко надуваться идем жарить вот разогрели нашу сковороду набили немного масла и и укладывая нашу лепешку вот она начинает надуваться переворачиваю другую сторону так вот прижимаю чтобы равномерно она пожарилась начинает надуваться жарим вот такая она получилась у нас золотистая красивая и режем ее на 4 части на тушкость режем на 4 части и можно кушать вот такая она тоненькая получается сочная и вкусная готовьте думаю вашим близким понравится мой рецептик если понравился вам ставьте пальчик вверх подписывайтесь на канал всего хорошего